Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, делаем абсолютно честный обзор на Нибулон. Это танк 8 уровня, коллекционка. Вторая, кстати, ребят, коллекционка в нашей игре на 8 уровне, которая появляется. Это машина, которую вы можете забрать в событии сезон 2 Плеяда. Вторая машина после нашего Василиска, на которого обзор я уже делал, и машина, которая стоит непосредственно перед Глейсером. Короче говоря, та тачка, которую смогут забрать все-таки бесплатно, еще некоторая часть игроков, которые все-таки больше усилий приложат в прохождении сезона 2. То есть будут участвовать во всякого рода квестах, будут проходить квесты по типу того, который сразу появился с открытием второго сезона. Ну и, соответственно, будут собирать осколки вот этого вот драгоценного металла, который помогает. Или что это все-таки? Это металл? Или это все-таки по типу камня что-то? Ну, короче, я думаю, вы поняли. Фортиум, который необходим для прохождения данного сезона, ну и, соответственно, для того, чтобы забрать данную машину. Так вот, те ребята, которые будут играть в турнирных боях, те, которые будут играть в рейтинговых боях, и всякими возможными способами будут собирать осколки Фортиума, все-таки, скорее всего, смогут данную машину получить хотя бы в базовом ее состоянии абсолютно бесплатно. Ну, а там уже дальше будут определяться, стоит ли Фортиум докупать за реальные деньги, либо за голду. Короче говоря, ребят, машина очень-очень нестандартная. Ну, во-первых, внешний вид мне, честно говоря, очень понравился именно благодаря вот этим вот движущимся элементам. Обожаю, как-то в наших машинах, где-то что-то как-то вращается, двигается, в общем, производит какие-то действия, а не просто монолит. Но это так, чисто, чтобы глаз порадовать. Что касается технических характеристик, машина меня прям заманывает. Заманывает меня своими техническими характеристиками по орудию. Здесь время сведения 2,8, разброс 0,33. И та, и другая цифра в бою должны показать себя очень-очень комфортно. Что касается урона в минуту, то 2300. Далеко не фонтан для восьмого уровня, но в целом далеко и не самый низкий показатель. Время перезарядки 7,3, и это с учетом того, что у меня есть оборудование, соответствующая амуниция. Что касается бронепробитием, то 218, я бы сказал, что в целом приемлемо. Опять-таки, не самый лучший показатель, но и не на уровне плинтуса. Что касается подкалиберных, то 268 позволит вам пробить практически все машины своего уровня, и многие девятки им тоже не смогут устоять против такого пробития. Что касается урона, то средний урон 280, и это, конечно, не очень. Не очень мне бы хотелось, чтобы здесь красовалась цифра, допустим, 300-310. Но это, наверное, я уже просто чисто из принципа торгуюсь. Ну и угол склонения орудия вниз минус 9 потенциально подсказывает мне, что играться будет комфортно на неровностях, ровно как это показали товарищи Василиск и Глейсер. И та, и другая машина обладают очень хорошими углами склонения. Если эта машина будет играться точно так же, как младший и старший брат, то я буду лично очень сильно доволен. Что касается брони. В принципе, все эти три машины не обладают броней, по большому счету. Если мы снимем вот эти вот маски и краны, которые сделаны из фортиума и помогают, в принципе, от фугасов, то мы увидим вполне себе стандартный средний танк, который абсолютно ничем не блещет. Тут особо хвастаться нечем. Самое крепкое место, вот оно, 201 с приведенкой. Ну а что касается серьезного, то 157 с приведенкой, а без приведенки 140. Короче говоря, маловато. Плюс к тому, стоит отметить, что лоб у башни расположен под таким же углом, как и планка, за которой сидит мехвод. И здесь тоже брони не так уж и много. Короче говоря, вот если, минуя вот эти вот все части, которые заклеены фортиумом, пробивать, то шиться будет прям-таки на ура. По крайней мере, по ощущениям предварительным. Что это будет в бою, сейчас посмотрим. Плюс к тому, стоит отметить, что здесь довольно-таки немаленький нижний бронелист. Если сравнивать с другими машинами, которые касаются сезона 2, а именно машинам предыдущего уровня и следующего уровня, то там все-таки с углами склонения и с размером нижнего бронелиста чуть-чуть лучше. Но я бы не сказал, что прям катастрофично. Катастрофично именно здесь по сравнению с ними. Здесь вообще, в принципе, с броней катастрофа у всех трех машин. Что касается бортов и кормы, здесь хвастаться вообще не о чем. Зачем налепили вот сюда вот фортиум, с учетом того, что здесь можно пробить немножечко выше? Короче говоря, у меня остается вопрос открытым. Скорее всего, просто для красоты, чтобы было. Но стоит отметить, что у машины, допустим, седьмого уровня, сзади фортиума нет вообще. А здесь вот что-то. Ну ладно, окей. По броне, в принципе, я думаю, все понятно. Что касается сравнения с другими машинами, ребят, не вижу абсолютно никакого смысла это делать, потому что простыня такая длинная, что если задаться целью, то, конечно, из пальца что-то высосать можно. Но я, в принципе, не собираюсь этим заниматься. Стоит отметить, что, как вы видите, ДПМ довольно неплохой по сравнению с многими другими машинами. Что касается времени перезарядки, то есть ребята более скорострельные, есть ребята прям совсем тугие на перезарядку. Что касается скорости, ребята, это действительно важно, потому что девятка показала себя не с лучшей стороны в отношении скорости передвижения по карте и в отношении динамики. Здесь, в принципе, 50 километров, и я не вижу большого количества зеленых ячеек, ровно как и не вижу малого количества красных. Короче говоря, ездит лучше, чем другие, но немножко хуже, чем некоторые. Я бы охарактеризовал это так. В общем, не самая подвижная, но и далеко не самая унылая. Что касается доходности, то точно так же, как машина седьмого уровня и девятого уровня, данная машина не обладает какой-то доходностью, потому что это коллекционка. И, в принципе, машина рассчитана или для того, чтобы вы ее продали, или для фана чисто оставить в коллекцию и периодически выехать в бой для того, чтобы повеселиться. Вот и все. Машина явно не для заработка. Ну что, все, что можно было обсудить, по-моему, обсудили. Берем машину, ну и погнали попытаемся затестить. А еще интересно, вот это чем-то помогает в бою или нет? Ну что, поехали. Начинаем, как обычно, с подвижности. Ну, подвижность, в принципе, нормальная. Да, безусловно, Т26Е4 там немножко поподвижнее будет, но, смотрите, я его догоняю. То есть, моя максималка, она поинтереснее будет в отношении того, чтобы срываться с места. Ну, такое себе, но, в принципе, я поехал и не ощутил прям совсем каких-то таких вот глубоких негативных ощущений от того, как я с места двинулся. Что касается точности. Семерка и девятка показали себя в край точными машинами. И это, кстати, как видите, от них не отличается. Довольно-таки комфортно, довольно удобно. Что касается угла склонения орудия, я только что был, в принципе, доволен. Я подъехал, не показав полностью весь свой корпус, поднялся наверх, мне угла склонения хватило. И, как вы видите, бью постоянно точно туда, куда стреляю. Это не может не радовать. Действительно, очень приятно. На месте, кстати, ребят, крутится не очень приятно. Это уже из разряда негативных моментов по данной машине. Мне сейчас не сильно понравилось разворачиваться. Бронепробитие. Но, смотрите, против вот этого, допустим, товарища, то я бы сказал, что не очень. Так, нахватался. Нахватался немножко по мордасам. Доберу его. Должен добрать. Вот так вот. Даже под вот таким углом, ребят, нижний бронелист пробивается. То есть, ну там должна была быть просто бешеная какая-то привиденка. И при этом все равно в нижний бронелист залетела. Так, наши наступают. Это хорошо. Можно продвигаться немножко вперед. Угол склонения орудия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ушел, ушел, ушел. Да. Ну тут, как бы, спорный такой момент. Кто из нас косанул? Меня добрали издалека. Неудивительно, в принципе, в Бортину прилетело. Я вот как-то в азарте боя забыл по поводу того, что с той стороны контрят. И что там есть борщ, который может не кисло накинуть урона. И он, в принципе, это сделал. И жаль, что здесь не было Фортиума наклеенного. Возможно, меня бы это спасло. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. По-моему, эти осколки Фортиума не больше, чем понты для приезжих. Нежели действительно какая-то работающая штука на серии вот этих танков. Досматриваем бой. Обязательно берем машину еще в одну катку. Потому что все-таки один бой на данной машине абсолютно не показателен. Машина новая. С одной стороны, игроки не привыкли к этой машине. Они, скорее всего, видят данную машину в первый раз. Но и плюс к тому, я не особо привык к этой машине. Для того, чтобы говорить о том, что я уж прям на все 100% познал ее. И сейчас смог ее на все 100% реализовать. Слава богу, наши ребята вытягивают бой. Посмотрим сейчас, сколько мы там по урону набросали. И заодно посмотрим, что нам это дает в виде серебра. Хоть это и не фармер. И плюс к тому, я думаю, имеет смысл посмотреть, а что мы смогли сделать для данной победы. Был ли наш существенный вклад или все-таки все зарешала команда. И в данном бою не то я, не то сама машина особо ничего не сделали. Я, по крайней мере, как для первого боя, пока очень сильно доволен результатами. Ну, 950 единиц урона, действительно, для восьмого уровня это ни о чем. И за такой показатель должно быть стыдно. Я не стыжусь своих показателей. Никогда ничего не вырезаю из своих видео. Потому что хочу, чтобы вы видели все таким, какое оно есть на самом деле. Это был первый бой у меня на данной машине. И не судите строго. 18500 на фармеле с учетом прем-аккаунта. Без него было бы 7820. Ну, знаете, как я говорю, не в минусе. Да и слава богу. Хотя мне кажется, что если бы это был проигрышный бой, то все-таки были бы в минусе. Второе место с конца. Не сильно приятный результат. Уж точно. Уж точно необходимо взять машину и заехать в еще один бой. Сейчас только похвалим наших соперников, которые достойно сражались. Ну и, наверное, все-таки вот этого тоже надо похвалить. Как-никак два фрага сделал. Ну что, давайте берем машину и пытаемся заехать еще в одну каточку. Здравствуй, промзона. Как сильно мне тебя не хватало. Но это действительно довольно неплохая карта для того, чтобы можно было заценить на ней средний танк. Потому что вот как раз угол склонения орудия, возможность играть от башни, ну, лучше всего показывать в районе точки А. Вот там вот дальше за грядой, за этой, для того, чтобы можно было заценить. А можно ли, не выезжая полностью на весь подъем, спустить орудие вниз, допустим. Ну и, соответственно, выцелить кому-нибудь нижний бронелист или другую серую зону. Короче говоря, для зацена средних танков, мне кажется, самое то. Так, по точности еще раз. По времени сведения, по точности, ребят, имба просто немыслимая. Я получаю массу удовольствия от того, что сейчас происходит. А вот то, что сейчас у нас, ребят, вся команда соперников столпилась здесь, а мы в явном существенном меньшинстве, это меня очень сильно не радует. Вот ради интереса, загуслю. Пожалуйста, гусля сбитая, обратите внимание, какое расстояние между мной и соперником, и орудие позволяет выцеливать вот такие вот зоны. Это действительно крайне годно. Так. Давайте, наверное, меньше слов, больше дела. Я сейчас попытаюсь чего-то сделать. Ну, а потом уже передам свои ощущения. Ну, понятное дело, что я не удержусь и буду периодически что-то комментировать. Ай, обидно, конечно. Ну, я уж прям совсем, совсем забурел и хотел, чтобы я сейчас даже на вот таком расстоянии смог выцелить прям самую-самую макушку соперника. Так, ребятки, давайте стоим, держим позиции. Нас двоих уже вывалили отсюда. Да, так, хорошо. Окей, хорошо. Вроде бы неплохо получается. Слушайте, ну годное, блин, какое все-таки годное склонение у орудия. Я вот сейчас нахожусь прям вот совсем, да, там, на пригорочке. И при этом я могу вполне спокойно делать все необходимое для того, чтобы выцеливать нужные места. То, что я там бью без пробития, ну да, вопросов нет. Но все же, ребят. Так, первая тычка по мне прилетела. И интересно, куда? Ну, абсолютно спокойно. Помните, когда я говорил про броню и говорил, что в башне здесь брони нет вообще. Соответственно, будьте готовы к тому, что в лоб башни пробивать вас будут, ну, просто-таки с неимоверной легкостью. Заберу товарища. Галимы не хватило, 19. Ну, зачем ты меня толкаешь? Ну, что ж ты делаешь? Да. Здесь, походу, тоже будет проигрыш, ребят. Но мне что-то кажется, что проблема не только в той машине, на которой я сейчас играю, а в целом в том, как сыграла вся команда. Я очень сильно надеюсь на то, что они все хотели победить и делали все возможное в меру, скажем так, своих умений, прикладывали максимум усилий. Но, к сожалению, ребят, результат вы видите. Результат плачевный. С, как я понимаю, сейчас разгромным счетом 7-2 мы благополучно выходим в ангар. Виновата ли в этом машина, которую мы сейчас с вами зацениваем? Я так не считаю. Мне почему-то кажется, что если бы более агрессивно сыграли наши тяжелые танки, я не перекладываю на них вину ни в коем случае. Поэтому не пишите ничего плохого в комментариях, если можно. Я просто считаю, что данная машина, она не может играться самостоятельно и не может сама выдерживать натиск соперников. Если бы наши тяжи, как мне кажется, поехали все-таки более бодро вперед, то мы были бы хорошим танком поддержки. Что касается нашей результативности. Ну вот, пожалуйста, мы на втором месте, хотя сделали всего лишь 1300 единиц урона. И я могу сказать однозначно, я сам себе лайкнул, красавчик, промахнулся, ребят. Что хочу сказать вам по ощущениям, которые у меня есть от этой машины. Машина однозначно интересная, машина очень скорострельная. Меня безумно, безумно порадовала точность орудия, время сведения. Ну а угол склонения орудия у каждой из вот этих вот машин, он просто ошеломляющий. И он не то, что комфортный, он за гранью комфортности, где-то там вот далеко впереди. Играется, ну прям суперски. Единственное что, что ни одна из этих машин, это понятное дело не машины для прорыва. Это действительно танки поддержки. И поэтому вам стоит держаться поближе к своей команде. Ну и тогда будете себя чувствовать более уверенно. Вот такое вот честное мнение по поводу Нибулана, который я лично считаю довольно-таки достойной машиной. Как ту машину, которую можно забрать себе бесплатно. Да, придется немножечко больше поиграть, чем для того, чтобы забрать себе Василиска. Но все-таки он стоит того, чтобы немножко поднапрячься. Ну или возможно даже немножечко где-то доплатить голдой, если вы себе эту машину хотите не для того, чтобы ее продать. Кстати, если вы будете эту машину продавать, то особо много денег вы на ней не заработаете. Всего лишь 1000 золота. Поэтому доплачивать до нее голды, для того, чтобы ее потом продавать, ну может быть и имеет смысл. Если вам придется доплатить каких-то там 300-400 золота, для того, чтобы потом продать за 1000. Тогда безусловно это будет там с какой-то типа, как будто бы на бумаге нарисованной выгодой. Но лучше все-таки данную машину попробовать забрать себе бесплатно и оставить в коллекцию у себя в ангаре. Но это мое скромное честное мнение, а вы свои пишите обязательно в комментариях. А еще, друзья мои, прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я буду вам безумно благодарен, потому что данные действия с вашей стороны помогают продвижению контента и продвижению канала на YouTube. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.